Учиться там смогут не только воспитанники центра, но и сочинские школьники. Об этом сегодня на встречу говорили губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев и руководитель Сириуса Елена Шмелева. Мы открыли уже программу для сочинских школьников не только в рамках центра Сириус, но и в рамках инженерных классов, так мы их назвали. 1 сентября к нам будут приходить 45 ребят из сочинских школ, которые прошли конкурсный отбор в инженерные математические классы. У них программа будет выстроена следующим образом. Три дня в неделю они будут учиться в своих школах, а на два дня они будут приезжать в Сириус, где получат программу, углубленную по физике, математике, химии, биологии и информатике в лабораториях и мастерских научного парка Сириус. Сириус, безусловно, это уникальнейший проект, образовательный проект в нашей стране, это президентский проект. Нам очень повезло, что он анализовывается в Краснодарском крае, в нашем Сочи. Естественно, мы здесь очень хотели бы воспользоваться этой возможностью и совместно с вами предоставить возможность детям Краснодарского края найти себя в жизни, раскрыть свои способности, таланты и, конечно, успешно реализоваться в жизни. Это будущее, будущее, безусловно, и края, но и, конечно, и страны. Кроме этого, в образовательном центре Сириус повышение квалификации проходят кубанские учителя. Уже 350 педагогов посетили профессиональные мастер-классы. В будущем на базе Сириуса в Сочи планируют открыть детский сад и лицей на 1100 мест, что позволит талантливым ребятам с ранних лет раскрывать свой потенциал.